Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет совсем короткое видео. Расскажу вам про особенности оригинальной упаковки продукции Eneos в 200-литровой таре. Вся продукция Eneos, которую мы с вами получаем и покупаем в России, производится на блендерном заводе MeChang, который находится в Южной Корее. Переходник маркировки. Верхнее пуля информационная. Оно относится к той дате, когда был произведен продукт, когда был сварен сам продукт непосредственно. Не когда был разлит, а когда был сварен. Первые три символа. Два символа это Me, завод MeChang. Третий символ это город. Цифра 2 Ульсан. Цифра 1 Пусан. Дальше идет дата в явной форме. 21-й год, 7-й месяц, 5-е число и номер смены. Запомнили? Первые три символа это завод. Дальше дата 21-го, 07-го, 05-го. Это та дата, когда был продукт сварен. Ниже идет дата упаковки продукта. 2021-й год, 7-е число, 7-й месяц, вернее 6-е число. То есть через день после того, как продукт был сварен, он был упакован. По крышкам. Крышка обязательно брендированная с логотипом Enelos. Если вы видите крышку Trishur, например, какую-то без логотипа или так далее, то у вас возникнет вопрос резонный. Не был ли продукт переупакован еще раз у нас уже в России. Поэтому обращайте внимание, крышка обязательно брендированная, причем крышка небольшая и крышка маленькая. Это очень важный момент. Сейчас давайте с вами перевернем тару и посмотрим, что у нас указано на дне упаковки. На нижней части бочки обязательно дублируется дата производства партии масла. 21-й год, 7-й месяц, 5-е число. С точностью до часов и минут. Та же самая дата абсолютно у нас находится в верхнем поле, в верхней маркировке. Запомните. Рельефная маркировка, которая указана на нижней части бочки, она относится к тому заводу, который произвел непосредственно металлическую тару. Нам она, по сути, неинтересна. Единственное, что стоит внимание обратить на год производства, который указывается в конце 21-й. Он должен быть, естественно, равен или ранее года, когда был продукт разлит. Тоже очень важный момент. Ну вот, в общем-то, и все. Абсолютно ничего хитрого нет. Очень много людей задают мне вопрос, особенно те, кто сталкивается с бочками первый раз. Почему так коряло зажата крышки на многих корейских, японских и даже европейских продуктах? Потому что крышки все зажимаются ручным обжимным устройством. Вручную. То есть, человек подошел, надел специальное устройство сверху, с двумя такими ручками здоровыми, зажал крышку и пошел к следующей бочке. Поэтому здесь человеческий фактор. Вот так вот коряло обжимаются они. Зависит уже от качества инструмента самого, насколько долго он используется и так далее. Есть более ровненькие, есть менее ровные. То есть, это абсолютно нормальное явление. Все, на этом все. С вами был Антон Воронков. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчики. Всем пока! Продолжение следует...